Новогодние каникулы выдались беспокойными для сотрудников госнаркоконтроля. За полторы праздничных недель они выявили 22 преступления по своему профилю. Закрыли домашнюю лабораторию по изготовлению марихуаны, но куда более крупный лов оказался в Новочебоксарске. О планах торговцев наркотиками полицейские узнали заранее. В конце 2014 года в оперативное подразделение управления поступила оперативная информация, что группа жителей Новочебоксарска планирует организовать поставку на территорию Чувашской республики крупной партии наркотического средства ГАШИШ с целью последующего сбыта. В результате принятых мероприятий и проведенных следственных действий в середине января 2015 года удалось задокументировать преступную деятельность участников группы. Из незаконного оборота по месту жительства организатора преступной группы было изъято порядка 30 грамм наркотического средства ГАШИШ и небольшое количество наркотического средства героин. В кадры оперативной съемки попали детские вещи. Подозреваемый держал наркотики в квартире, где проживал с женой и малолетними ребятишками. Впрочем, далеко не все запасы. Крупная партия ГАШИШа была спрятана в тайнике. В ходе дальнейших оперативных мероприятий с участием кинологической группы подразделения специального назначения управления наркоконтролем в одном из садоводческих заброшенных хозяйств города Новочебоксарска был обнаружен тайник, в котором находилось более 400 грамм наркотического средства ГАШИШ, предназначенных для последующего сбыта на территории города Новочебоксарска. В действиях троих задержанных усматриваются признаки состава преступления, которые Уголовный кодекс квалифицирует как приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере. В соответствии с действующим законодательством фигурантам уголовного дела грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. А Госнаркоконтроль напоминает, если вы располагаете какой-либо информацией о фактах сбыта наркотиков, наркопритонах и о лицах, распространяющих наркотические вещества, Просьба сообщать об этом по телефону доверия 23 0100 круглосуточно и анонимно.